Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и как многим из вас известно, а я уверен, что огромное количество игроков вообще ожидает данного события, буквально через несколько дней стартует ивент на слив ресурсов и главной наградой, как вы знаете, будет STG. Я решил заснять видео по поводу STG, хотя честный обзор на канале уже есть, за ценом брони, сравнение с другими машинами на уровне, все это вы найдете по ссылочке в описании, обязательно добавлю, плюс вот здесь наверху в пределах видоса появится тоже дополнительная ссылочка, переходите, посмотрите, для чего снимаю данное видео. Для того, чтобы вы понимали, стоит ли вам хранить ваши игровые ценности, которыми можно будет расплачиваться в ивенте по сливу ресурсов, ради того, чтобы забрать вот эту главную награду. Короче говоря, чего вы ждете, ну и соответственно, надо ли оно вам. Что касается ТТХ, машина очень интересная, в то же время странная и понятное дело, что зайдет далеко не всем танкистам, но обо всем поподробнее. Что касается орудия, то здесь все очень клево, очень классно, приятный разброс, просто бешеное время сведения в 2,5 секунды, я бы сказал, лучшее на уровне, ну как минимум в тройку лидеров точно входит. Что касается среднего бронепробития, то 180 безусловно маловато, и при этом подкалиберные 225, что тоже далеко не самый лучший показатель, но в целом к этому можно привыкнуть и можно играть. Если вы хотите поставить себе калиброванные снаряды, то я этого бы вам не рекомендовал, хотя дело ваше, я считаю, что в игре нет понятия, правильно или неправильно установленное оборудование. Есть понятие, подходит вам или не подходит, комфортно или нет. Дело в том, что вы увеличите уровень пробития до 189 базным снарядом и 236 на подкалиберных снарядах. Ну да, там еще осколочные фугасные подтянутся немножко, но не суть, а суть в том, что у вас существенно увеличится и так, и без того большое время перезарядки. КД здесь действительно не радует, это факт. Но, ребят, при этом стоит отметить, что вы понимаете, за что вы расплачиваетесь данным КД. Вы расплачиваетесь за то, что за каждый выстрел вы наносите по 400 единиц урона и однозначно точно стреляете, потому что орудие действительно крайне точно бьет. Ну и время сведения божественно помогает в этом, даже после передвижения, после того, как вы куда-то отодвинулись, вы все равно успеваетесь свестись и, соответственно, отбросить снаряд. Стоит помнить по поводу негативов данного орудия, а точнее самой машины и расположения башни. Расположение башни у нас заднее и угол склонения орудия вниз составляет всего лишь 5 градусов. Это не подойдет тем ребятам, которые не умеют отыгрывать ромбом на танках, у которых заднее расположение башни, то есть склонять орудие вот сюда вот на сторону. Ну, так как вы это делаете на клинке, если он у вас есть, или на ВК-7201. Короче говоря, на всех машинах, у которых, как я уже сказал, заднее расположение башни. Безусловно, требует сноровки и, я бы сказал, немножко, немножко хуже играется, чем на других машинах, когда играете с сенсорником. Я бы сказал, что СТГ необходимо в чем-то сравнивать с Химерой, но исключительно в разрезе того, на что способно орудие. Здесь у Химеры 440 единиц среднего урона, это действительно больше, чем у СТГ, но при этом большее время перезарядки и время сведения совсем не ровне СТГшки. С другой стороны, здесь угол склонения орудия вниз минус 10. Именно за то, что альфовое орудие его в основном с Химерой и подобными машинами сравнивают, но все-таки СТГ это совсем другая история. Поэтому сравнение, может быть, и можно применять к Химере, но все-таки, знаете, эта тема такая высосанная из пальца. СТГ действительно уникальная машина и, по большому счету, похожих машин на уровне вы однозначно не найдете. Ну, по крайней мере, по геймплею, который оно вам принесет это орудие и танк в целом. Ну что, друзья, обсудили, а теперь поехали в бой, чтобы посмотреть, на что она способна и стоит ли на нее придерживать свои игровые ценности. Ну что, братцы, поехали. Давайте будем начинать тестить и смотреть, на что машина способна. Первое, что стоит отметить, что у нее действительно классная, хорошая подвижность. Передвигаться по карте очень удобно. Вы можете перекатиться на любую сторону карты в случае необходимости, поменять направление. То есть с этим у вас проблем абсолютно никаких не будет. Что касается бронирования. Машина бронированием особым не отличается. Да, есть хорошая приведенка в башне, но не более того. Что касается времени сведения, то, как вы видите, сводится орудие очень бодро. Но единственное, что стоит помнить о том, что у вас время перезарядки не самое лучшее. Но все-таки, ребят, за каждый выстрел, накидывая по 400 единиц урона, это действительно круто. Сейчас даже зашло больше, 427. И, как вы видели, как только соперник появился, а я перед этим буквально за долю секунды какой-то находился в движении, и при этом всем я вполне спокойно свелся. Ну, вот сейчас еще раз, допустим. Подвигались, подвигались, остановились, орудие свелось. Крайне комфортно, крайне удобно и действительно радует. Ну, по крайней мере, очень круто помогает, когда играете на дальних расстояниях. Есть необходимость где-то от чего-то взгляда отойти в сторону, ну, а потом вернуться назад и отбросить. Отбросить как можно быстрее для того, чтобы потом успеть опять спрятаться. Вот в этом танку действительно не откажешь. Что касается стрельбы на дальних расстояниях. Ну, давайте попробуем затестить. В основном орудие показывает себя как вполне себе точное, но поедет кто-то на прорыв. Ну, дайте выцелить хоть кого-нибудь. Ладно. Сейчас немножко откатимся. Дальше, так сказать, глубже в тыл. И попытаемся оттуда кого-то выцелить. Блин, что же они все прячутся? Я так хотел вам показать точность стрельбы на дальних расстояниях, а вместо этого ничего не получается. Ладно. Просто поверьте мне на слово. Я ни разу никого не обманывал. На дальних расстояниях отыгрывается очень комфортно, очень удобно. И действительно вполне спокойно выцеливаешь всех, кто тебе нужен. Что касается еще дополнительных позитивов по данной машине. Она обладает крайне низким силуэтом, поэтому вот в таких вот местах можно вполне спокойно нормально прятаться. Поехали. Попытаемся Эмиля первого объехать. Не хочу с ним напрямую встречаться. Нет, нифига, брат. Так не получится. Ну, вот оно сведение. Вот оно точность. И именно благодаря сведению я сейчас вполне спокойно смог добрать могильщика. Причем сделать это довольно-таки быстро. Ждем. Сейчас Шкода должна подкатиться. Типа помочь мне, наверное. Так. Эмиль сделал первый выстрел. Эмиль сделал второй выстрел. Ну и сейчас, даже если он будет делать свой третий выстрел удачно, то тут уже Шкода подключится и должна вроде бы помочь мне его разобрать. Перехват конторен. Скорость движения и повороты снижены. Короче говоря, ребят, СТГшка мне очень сильно нравится. В свое время я в нее не верил и очень сильно сомневался в годности данной машины, но когда я себе ее приобрел и покупал ее исключительно для обзора, поиграв на ней, я понял, на что машина способна и что он далеко не такой плохой, как многие о нем говорят. Рассказывают, правда, часть правды по поводу машины в отношении великолепного времени сведения и хорошие альфы. Больше типа хвалить не за что. Но в целом хвалить есть за что. За уникальность, за нестандартный геймплей, который предоставляет данная машина и за великолепную результативность, если вы просто поймете, как ее использовать. 2700 единиц нанесенного урона приносят нам 71 тысячу серебром с учетом премаккаунта. Если без премаккаунта, то 42 тысячи серебром. Что касается нашей результативности в разрезе нашей команды. Мы занимаем бодрое второе место и вполне спокойно могли бы быть на первом месте. Сделаем их хотя бы на один, ну пускай два выстрела больше. И в целом это возможно. И делать 2500-3000 урона от боя к бою действительно можно. Ну если не считать тех боев, в которых вы по какой-то там глупости или по неумению сольетесь. В целом, если вы будете отыгрывать плюс-минус так, как играл я, а я не киберспортсмен, я не суперстатист, я такой же игрок, как и вы, то поверьте мне, СТГ будет вас радовать и он действительно крайне крутой. Имба ли это? Нет, не имба. Но стоит ли он, внимание, однозначно стоит. Я не знаю, сколько ресурсов необходимо будет слить для того, чтобы забрать его в ивенте соответствующем. К этому вопросу мы вернемся тогда, когда ивент стартанет и, безусловно, на канале появится соответствующее видео с полным разбором ивента. Ну и чего этот ивент стоит, а точнее во что он вам обойдется. Если вы хотите не пропустить данное видео, то прямо сейчас подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте на лайкос данному видосу, ну и обязательно пишите свои комментарии. Также прожмите, пожалуйста, колокольчик и убедитесь, что у вас вот так открыты все уведомления с моего канала. Поверьте мне, видео по поводу ивента по сливу ресурсов будет, как и любые другие мои видео, абсолютно честным, никем не проплачены. Поэтому там можете рассчитывать на достоверную и честную информацию от меня. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok